2022 год будет годом финансовой стабилизации. Это отметил губернатор Алексей Русских на встрече с парламентскими фракциями. Глава региона добавил, что в правительстве решили поменять вектор бюджетной политики. Акцент работе сделают на снижении долговой нагрузки. В то же время бюджет останется социально ориентированным. Более 70% расходов пойдут на соцсферу. Принципиально значимым отличием проекта областного бюджета на 2022-2024 годы стал тот факт, что впервые на 11,5 месяцев предусмотрена заработная плата с начислениями и мерой социальной поддержки населения. Также предусмотрены все остальные социальные обязательства и 12,7 миллиардов рублей пойдет на реализацию национальных проектов. В следующем году на социалку направят почти 54 миллиарда рублей. Депутаты озвучили свои предложения, поднимая вопросы здравоохранения, образования и строительства. Члены фракции «Единая Россия» направили правительству предложение о дополнительном финансировании работ по ремонту школ и детских садов, строительстве фельдшерско-акушерских пунктов. Мы передали в правительство блок так называемых пожеланий по территориям и по ведомствам. Они сейчас находятся в работе. Владимир Николаевич взял время вместе с правительством до конца этой недели выработать свою окончательную позицию по нашим предложениям. До 6 числа время есть. Я думаю, в рабочем порядке мы это все согласуем. Фракция ЛДПР отметила, что бюджет 2022 сбалансирован. Среди плюсов в документе отражены нацпроекты и инфраструктурные проекты. А состояние госдолга находится в допустимых пределах. Либерал-демократы предложили губернатору увеличить финансирование программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также обновление подвижного состава и развитие межжайонных маршрутов. Также в сфере здравоохранения мы, учитывая эту ситуацию эпидемиологическую и постэпидемиологическую, рассмотреть возможность организации реабилитационного центра для людей, переболевших ковидом, на базе первоцвета в Новом Городе. Вопрос открытия реабилитационного центра более детально обсудит специально созданная рабочая группа. Фракция КПРФ позитивно оценила замену коммерческих кредитов на государственные, сокращение расходов на автономные некоммерческие организации и работу по оптимизации расходов. Депутаты высказали пожелания по увеличению расходов на газификацию, ремонт учреждений здравоохранения и образования. Доля социальных расходов бюджета увеличивается. Динамика тоже прослеживается, и это мы не можем не приветствовать. Единственное, что хотелось бы сказать, бюджет региона, это не самое важное, важно еще и то, как выстроена система власти в районах, в муниципалитетах. На социальном комитете в парламенте также отметили сбалансированность главного финансового документа региона. По единогласному мнению, в ближайшее время необходимо рассмотреть реестр первоочередных задач, требующих федерального финансирования. В целом, закон соответствует бюджетному кодексу, и счетная палата считает возможным рассмотреть его на седании законодательного собрания во втором чтении. При этом, наше заключение будет достаточно подробно, с максимальным выделением тех проблем, которые этот бюджет не решает. Губернатор отметил, что все предложения парламентариев обсудят на профильных совещаниях, а также дал поручению правительству нарастить инвестиционные расходы.